Рождается человек, и вокруг него внешними объектами являются мама, папа, дедушка, бабушка, ещё кто-то. И какая-то Софья существует, главная семёрка. Вы представляете, судьба человека зависит всего лишь от шестерых людей. Седьмым является сам человек. И тогда мы с вами должны сказать, дополнить, что если мы говорим о психоанализе, и если мы говорим о строении психической реальности, тогда мы должны знать, что в фазоне ОНО живут архетипы. Что такое архетип, не знает, кстати говоря, практически ни один психоаналитик. Архетип – это сдало определение Сабина. Архетип – это судьба человека. То есть, говоря о психотерапии и о психоанализе, мы начинаем взаимодействовать с судьбами человека. То есть, это определённая, запрограммированная история. Тот лейтмотив, который ты непременно проиграешь. Та партитура, которую ты непременно выучишь наизусть, на сто рядов, и будешь переписывать её, и в магазине даже закончатся ноты. И кто бы мог подумать, но архетипы – это та судьба, которая ждёт человека. И вот эти внутренние объекты, они, их всего шесть, определят твою судьбу. То есть, мы переходим к следующему этапу, самому важному, на мой взгляд, что человек зависит всего лишь от взаимоотношений с теми шестью людьми, которые его окружают. Больше ничего не важно. И тот самый дядя Ваня с соседнего подъезда никакого значения для твоей судьбы играть не будет. Вы представляете, у людей столько проблем, столько боли, переживаний, слёз, особенно у женщин. Но это тоже отдельная история. А оказывается, всего шесть человек. Ну как бы с ними разобраться? И вот оказывается, что потихонечку наш психоаналитический каркас выстраивается только изучением отношений с этими людьми. Мне кажется, в этом безумная красота и в то же самое время трагедия психоанализа. Поэтому, говоря про нарцизное ядро, мы с вами рискуем попасть в ловушку. Дело о том, что в современном обществе, говоря про совершенство, люди говорят о том, что будь смелым, будь сильным, будь ярким, будь всяким. Но ведь никто не говорит, что одновременно с этим будет и трагедия, которую ты тоже должен обязательно принимать и впитывать, особенно если ты женщина. У женщины нет судьбы без трагедии, у мужчин да, а у женщин нет. И тогда мы еще с вами в наглую делим сейчас психоанализ на две части, мужской и женский. И, конечно же, Фройду это сильно не нравилось. Но, представляете, создал психосексуальную теорию. Все дамы в корсетах, пахнущие сексом, но не позволяющие себе вступить в сексуальный контакт с этим молодым человеком, который столько лет ей нравится, представляете, вдруг имели возможность в роскошных платьях говорить о сексе часами. Фройд был самым богатым психотерапевтом. Кстати говоря, нам и не снилось, между прочим, те люди, которые в России, я помню, например, Михаил Лобковский, он имеет достаточно большие деньги. Это ерунда по сравнению с тем, что получал Фройд. Тысячи долларов ему платили за час только для того, чтобы поговорить о сексе на его известной кушетке. И поэтому, Софья, я, конечно же, с большим удовольствием, если вам это будет интересно, поделюсь и расскажу про восемь элементов нарциссного ядра, их не больше и не меньше. Вот не больше и не меньше. Есть плюсы, есть минусы, и, соответственно, так зарождается матрица. То есть у человека существует всего 64 вида судьбы, представляете? И, слава богу, это открытие сделал великий Виктор Иванович Николаев, это человек, который впервые занёс, завёз, внёс Фройда в Россию, то есть он перевёл его книги. До этого в России люди были обывателями с глазами. Зашла гештальт-психология. Что это за чудо? Разве такое бывает? 2000-е годы, Софья, российский народ, голодный, слюни текут, ну, представляете, столько лет, чуть больше 100 лет, как перестали людей продавать в России. То есть голодные, люди, которым нужно что-то, корней нет, все оторваны от корней, и появляется гештальт. И, конечно же, на нём стали делать очень большой бизнес. Потом, вот только где-то в 10-х годах, стало вводиться психоаналитическое понимание, благодаря Виктору Ивановичу Николаеву, он перевёл первые книги, внёс их в Россию. И потом были обнаружены чемоданчики заветной Шпильрейн, Сабины Шпильрейн, которая буквально в 1920 году, после того, как Фройдский сказал про идеал-то я, и про нарцизное ядро, он сказал про это. Он говорил про идеал-то я, Софья, основываясь на нарцизном ядре. А Шпильрейн, возьми да и скажи, дорогой мой Фройд, дорогой мой человек, да ладно ж у тебя вот тут вот людей-то дурить. Я тебе в 1910 году сказала про теорию деструкции, сказала, ты меня выплюнула из сообщества, выплюнула, почему? Да потому что я тебе всё твоё телевидение, Фройд, испортила. Ты со своей психосексуальной теорией столько лет живёшь, ты богатейший человек, ты гений своей красоты. И я, молодая девчонка, дурёха, любовница, тайная любовница Юнга, человек, который в психиатрической больнице столько пролежал, и я открываю теорию деструкции. И ты же, говорит Сабина, гад такой, прекрасно понимаешь, что я права, и ты прекрасно знаешь, что я открыла влечение к деструкции, и что, кажется, твоя теория психосексуальная, Фройдик мой дорогой, разрушается у тебя на глазах, и я не знаю, что ты будешь с этим делать. Вот, Софья, у Фройда был шок. Он, когда прочитал вот эту её работу, вы представляете, там девочка, там стройненькая, вот как вы, то есть, знаете, вся вот красавица, молоденькая, стройненькая, глаза вот такие вот умненькие, и там в этих глазах живёт, что? Живёт любовь к психологии. Вот я бы сказала, что копия вы. И она вот этими вот ручёночками, Софья, да, открыв эту теорию, несёт вот так вот Фройдику, рученьки трясутся, коленочки трясутся, а он, знаете, так вальяжно, не вытаскивая свою сигару изо рта, значит, знаете, так смотрит, ну и как-то так он ей кинул. Вы представляете? Ну, я вот, мол, не уверен. Ну, конечно же, это был мощнейший удар в солнечное сплетение. Ну, что она молодая? Он, титан, и она, маленькая птичка. Ну, и, конечно же, её работу с деструкцией в стол.